Девушки отдыхают Ладно, о лирике я потом расскажу. Сейчас главное – новинки. Два месяца прошло, и мы вновь в эфире с свежим выпуском новостей. На самом деле, все новости, которые пронеслись за эти 60 дней, не имеют существенного значения. Они меркнут перед главным событием этого года – возвращением лояльного примарха. Ёб твою мать, красотища какая! Да, мои маленькие любители сверхмужиков, еще один гигачат Лейлист вновь бродит по местным варзонам. Нам было мало мстящего сына, и в воздухе витало откровенно нарастающая скука от повседневного превозмогания Робаута Желемана и его крестового похода Эндомитус. Он подарил нам невероятный сдвиг во вселенной Вархаммера и открыл простор для мира действительно бесконечной войны, отправив сонмище боевых кораблей во все просторы истерзанного Империума. А публике нужны зрелища, она быстро присыщается любыми сюжетами, и только возвращение примархов способно освежить интерес к буксующему локомотиву ожившей истории. Ребята, кто не знает, узрите! Лев возвращается в свои леса! Пустите тизер от ГВ! Тут вроде даже сказать нечего, но надо. Попробую ахнуть и сделать вид, что это было неожиданно. Это пробуждение Льва Эль Джонсона. Сюжет сиарки кампейна Ковчега Признаменования вел именно к этому событию, к возвращению примарха. Разбор сиарки уже идет на нашем сайте thestation.ru, и мы с нетерпением ждем финальную книгу, которую назвали «Незамысловато. Лев». ГВ показала примарха самым первым на своем онлайн-шоу, которое проходило в четверг на огромном фестивале варгеймов Адептикон. Сказать, что это надеало шума, значит ничего не сказать. Модель Льва удивила в первую очередь постаревшим ликом бессмертного примарха, что сразу же породило кучу мемов на тему Гарольда, испытывающего боль, и много других фотожа. Почему произошла такая перемена, мы, скорее всего, узнаем в финальной книге кампейна. А может, сработает классическое «Что не скажу, все бэк» и объяснять нам ничего не будет. Тогда останемся с мыслью, что Лев спал, в отличие от Джелемана, который был в стазисе. Ожидать модель стоит летом, как раз под финальные аккорды девятой редакции Вархаммера. Да-да, нам аннотировали десятую итерацию сорокатонника, но об этом позже. Возвращаясь к Льву, можно отметить щит Императора, который тянет с собой этот импозантный мужчина, а также двух карликов, без которых он не смотрелся бы так величественно. Карлики в Вархаммере все делают интересней, даже примарха. Впереди нашего лукового рыцаря ожидает поединок с Ангроном, который тоже щеголяет новой миниатюрой. Чем закончится это? Само собой пресной ничьей. Один бессмертный, второй уже пластиковый, что синонимично. Но можно будет насладиться глуповатыми диалогами. Все это уже очень скоро, ведь финальная книга ковчегов предзнаменования выходит в мае. Как ГВ представит возвращение Льва и как оно изменит общее направление сюжета? Запустит ли это новую гражданку или все скатится к игре в добрых и понимающих друзей? Это можете предположить в комментариях. А раз вы уже отдышались, то пора идти дальше. Ведь Адептикон вышел просто фантастическим на анонсы. Как я уже говорила ранее, ГВ показала нам ролики новой, десятой редакции Вархаммера. И это уже не просто легкая корректировка рулсета. Это полноценный рестарт правил, какой был в восьмой редакции. Пока вы будете наслаждаться четырехминутным роликом превозмогания ультрамаринов, я расскажу про основные изменения в игре. Теперь, когда поток новичков со старта восьмой редакции превратился в тоненький ручеек из-за немоверно перегруженной девятой редакции, ГВ решилась на перезапуск. Мы ждали его в одиннадцатой редакции, но сейчас все ускоряется, в том числе и циклы редакции. Основным лейтмотивом десятки станет девиз «упрощенный не значит примитивный». Или, если перефразировать, «тупой, но прибыльный». Мы распрощаемся с необходимостью носить с собой по пять книг и разбираться в нюансах, как Тайлер в Ересе. Теперь все правила армии будут на двух страницах. Так они обещают. Кодексы тоже изменятся, и покупать больше одной книги в редакцию вас не заставят. Тут сомнения возникают, но поверим пока на слово. В игру вернутся универсальные правила. Разнообразие меньше, зато вопросов поубавится. Что-то подобное было на старте седьмой редакции, и по нашей памяти первый год действительно работало. Уже показали лист правил нагаунтов Тиранид, и это можно назвать движением в сторону века Сигмара. Я понимаю, что вы уже достаточно припотели от этих слов, но надо терпеть. Пока подробностей не очень много, но есть приятные моменты. Правила на старте будут бесплатными. Не нужно будет искать индексы и прочие дорогие книжки с правилами. Все теперь можно будет найти в интернете, и бесплатно! Притворимся, что раньше это было табу. Игру обещают сделать гораздо живее, и вместо 4-5 часов на партию у вас уйдет 2-3. При этом вы также будете совершать важные решения и баловаться высокими ставками. Я уже говорила, этот рестарт в первую очередь для новичков. Поколение тинейджеров, которое хотело заинтересоваться Вахой, уже на крючке. Подросло новое, и теперь надо работать с ним. Поэтому особенное внимание уделяют боевым патрулям. Стартовым набором для фракции Вархаммера. Если раньше он представлял собой лишь способ подешевле влететь в Вархаммер и сразу искать пути на докупку коробок для большого формата, то теперь это почти самостоятельная игра. Каждая коробка будет сбалансирована относительно другой, и правила будут отличаться от большого Вархаммера. Будет ли поотрядная активация – неясно. Но чего точно будет больше в десятке, так это реакции на действия оппонента. ГВ медленно, но верно уходит от нафталинового формата полного хода, добавляя развлечения оппоненту во время ваших действий. Все эти мысли хороши на бумаге, но как они зайдут в реальности, покажет это лето. Старт редакции по старым слухам – 26 июля. Он откроется не только возвращением Льва, но и стартовым набором. Говорят, что он будет называться Левиафан, и общая линия сюжета – это Третья Тираницкая война. Ранее же эти слухи нам рассказывали о составе коробки, и, судя по трейлеру, это полностью правдивая информация. Нас ждет набор конкретных Тиранидов против условных Ультрамаринов, как это было уже в четвертой редакции. За Тиранид будут отдуваться некий Крылатый Ультравоин, Летающие Эмиссары Королевы Норн, Три Виктора, Биаворы, Новые Термаганты и Хармаганты, Свежие Тинтаклевые Монстры Среднего Размера и Крикун-Убийца. Причем Крикун – это омаж на самого первого Корнифекция в Архаммере. Тридцать лет спустя этот парень смог найти себя в новом времени. И это прекрасно. Остается только утереть алтважные слезы. Гаунты в своем редизайне прекрасны. А больше нам ничего жучьего не показали. Что нас ждет на стороне Десанта? Самое важное – это Терминаторы. Нет, не Примарис Гравис Монстры. Это классические Терминаторы. Правда, внутри могут быть Примарисы. Да, ГВ посчитала, что прошло достаточно времени, и можно уже отказаться от плана распродать все запасы Карликов Ферстборном. Тем более убить каноничные образы Терминаторов – это выстрелить себе в коленку. Проще объединить типы Космодесанта. Теперь нет разницы, кто сидит в термодоспехе. Ведь 30 сантиметров роста – это пустяк, а Коул – это не Ивлеева. ГВ даже написала, что Архимагас не смог улучшить конструкцию древней брони. Вот заставить танк летать – это как... А лист брони приварить на тушу – это Эрибор. Новые Терминаторы выше, краше и пафоснее. Но при этом это все те же Терминаторы, которые в дизайне никак не изменились. Обидно за хаосидов только, потому что есть мнение про чуть меньшие размеры рогатых натуралов. Если вы понимаете, о чем я. Компанию Терминатором составит отряд ветеранов-интерцессоров со знаменем, отряд огнеметчиков, группа ветеранов тиранических войн в Грависе и стрелковый дредноут «Редемтор». Все клешни ему безбожно заменили на пушки. Эдакие ручки Акимба вышли. Набор обещает быть еще более сочным, нежели Эндометус. Если десятка и правда громко выстрелит, то мы увидим небывалый приток новичков. Ладно, с Вархаммером непозитивного будущего пока все. Пора навестить просторы века Сигмара. Тут есть чем порадовать всех любителей этой вселенной. Так как на Доптиконе нам показали миниатюры «Войны городов Сигмара» или, попросту говоря, людей. Нет, нам не стоит ждать гульфиков, которые одобрил бы Клим Саныч. И не будет красивых отсылок на швейцарских наемников. Зато тут полно голливудских отсылок на высокое средневековье. Костюмы будто из какого-нибудь Робин Гуда с Кевином Костнером. И это прекрасно. Мы считаем, что модели вышли замечательными под стать новой вселенной века Сигмара. А это лишь рядовая пехота. Что же будет, когда мы увидим кавалерию, ветеранов и диковинные механизмы? Самое приятное, что города Сигмара делятся на многочисленные подфракции. Дизайнеры подчеркивают, что несмотря на наличие общего концепта униформы, бойцы будут отличаться в зависимости от племени, региона или мира, в котором они живут. War Cry разнообразие Бандхауса дает нам представление о том творческом просторе, который открывает релиз Даунбрингерс для смертных воинов Сигмара. С нетерпением ждем выхода и анонса первых наборов для War Cry. Дату назначили на осень. Ну а если вам по душе больше что-то чуждое человеческому, то добро пожаловать в Джунгли Серафонов. Полномасштабный ремастер всех наборов для любимых ящериц. Тут вам и новый Слоан, который повторяет дизайн выходившего в прошлом году Краака. И его протеже на маленьком Паланкине – великолепный звездный жрец Скин. И новые Завры, которым давно пора было освежить миниатюры. И Саламандры, без которых ни одна армия Серафон не выходит на драку. Даже Кавалерия, помимо совершенно новой скинковской, получила обновление в виде дуалбокса. И это я еще не упомянула о потрясающих Караксигорах. Все модели теперь можно найти в новом пластике. Крысы гневно пищат в темноте и жалобно смотрят на полноценный апдейт фракции Серафонов. Релиз будет поддержан выходом традиционной для ГВ лимитной коробки, которая будет включать в себя набор новых воинов, две новые коробки скинковской кавалерии и красавчика Слаана. Помимо пластика, там будет новый батл том и, скорее всего, карточки. На кубики ставить не будем, потому что у ГВ с кубами последнее время плохо. Ждем выхода уже летом, к июню месяцу. Ну а когда еще выходить с Нойным Ящерком? Только в тепло, только в солнышко. Также состоялся анонс новых бан для Ундерворлда и Варкрая, так как ГВ теперь очень правильно дает правила на оба формата для выходящих групп приключенцев. Набор Вирдхоллу открывает восьмой сезон Ундерворлда и будет посвящен новым деньчитам и штормкастам. Сказать, что модели выглядят потрясающе, это значит промолчать. От одних деньчитов уже захватывает дух, а штормкасты совсем отошли от образа бронетабуреток и заигрывают с мистической тематикой. Ждем уже скоро, в самом начале лета или конце весны. Теперь немного о Ереси Хоруса и Килтиме, которые тоже получили пусть и не такие громкие, но все-таки анонсы. Для Ереси показали первый полноценный кампейн-бук о Садах Тони. Эти книги будут напоминать вам о великолепных черных книгах Ереси от Фордж Ворлда и станут основным развитием и углублением лора этой системы. Мы получим набор миссий для серии игр по Садах Тони и также дополнительные правила на ваши отряды, которые будут жить и умирать в ходе сражений. Это первая книга по готовящейся буре контента по Ереси Хоруса. Для Килтима же еще одна коробка с двумя фракциями и Террейном из абордажной серии. Галлоу Фолл будет от и до посвящен вялому противостоянию карликов и козлов. Да-да, ГВ вспомнила, что Бисманы всегда были неотделимой частью мира Вархаммера. Да и сюрприза большого нет, ведь был релиз Чернокаменной крепости, показавший всем, что в пластике будут и ренегаты Милитарум, и козлолюди, и прочие уроды. В любом случае, теперь вы сможете разнообразить ваши игры и познакомиться с потешными зверолюдами в противогазах. На стороне Лиги Вотона, или попросту скватов, будет отряд кинов, у которого появится апгрейд спруя. И с ней вы сможете натворить дел. Например, заставить карлика летать. Может, даже против его воли. Или вооружить одного из скватов крутым смартганом. Как в чужих. В общем, разнообразить ваш отряд воинов по самое небалу. Ну и до кучи вновь много-много отличного террейна в стиле Зоны Морталис. Он действительно стоит своих денег, потому что выглядит потрясающе. Как и в предыдущих наборах, в нем будет пара уникальных элементов. Если раньше мы могли сделать отсек командования или оружейную, то сейчас можно создать отсек медиков. Хорошая коробка. Как и говорила, карлики все делают лучше. Ну и по сути, это все новости на Адаптиконе. Согласитесь, это было ярко, громко, круто и очень воодушевляюще. Кстати, хочу заметить, что помимо анонсов и турнира, на фестивале был конкурс Golden Demon. Ставьте классическую музыку, и будем вместе наслаждаться работами художников. Субтитры создавал DimaTorzok И чтобы дополнить наш выпуск, я быстренько расскажу о свежатине, которая наверняка мелькнет на станции. Вышел в электронном виде рулбук новой системы от Cubicle 7 – Maledictum. Он основан на D100-системе прошлых RPG-студии FFG. Вам придется примерить на себя роль подручных одного влиятельного персонажа, начиная от офицера Astra Militarum и заканчивая древним магасом Mechanicus. Игру уже можно раздобыть на просторах интернета. Бумажный вариант ожидайте к концу этого года. Никто не ожидал испанских сливов, но они уже утекли в сеть. Нас ждет новая коробка Варкрая про гулей и штормкастов. Ее не было на Дептиконе, но на сливах отчетливо можно увидеть отличные новые банды пожирателей плоти и штормкастов. Также нас ждет новый террейн в духе второй редакции Варкрая. Появился старичок Данте, который решил, что пора обновиться как раз к финальной книге про Льва. Да, он теперь при Марис версии себя в молодости. Красивый, огромный, золотой и вновь без сосков. А жаль, а жаль. Модель выйдет в одно время со Львом. Книжный конвейер активизировался. Писатели освободились от каторжных работ в Ересе, и теперь можно творить что душе угодно. Не успела выйти пятая книга в серии Даун оф Файр, как анонсировали шестую. Гробницу мучеников от Марка Коллинза. Видимо, стараются подвести события как можно быстрее к актуальному таймлайну. По нашим прикидкам, для этого понадобится еще не менее четырех книг, помимо анонсируемой. Будем ждать с нетерпением. А на этом все. Я вернулась, отдохнула, загорела и готова и дальше сообщать вам о самых значимых новинках в мире Вархаммера. Очень скучала и рада, что вновь на студии могу наслаждаться нашим с вами хобби. Ну и традиция, которая стала незаменимой. Реклама! Про сайт застейшн.ру мы уже рассказали вам немного ранее в новостях. Ежели вам хочется поддержать нас, то для этого у нас есть бусти. И между прочим, там есть эксклюзивный контент. Если вдруг вы устали от дизайна ГВ-моделей, или хотите как-то разнообразить свою армию, или вообще напечатать неизвестно что, то смело пишите в нашу печатню. Ребята знают свое дело. Ну а если вам нужен крутой покрас, то это в нашу красивню. Все ссылки будут в описании. Ну а если вдруг по какой-то счастливой случайности вы еще не подписались, то смело нажимайте колокольчик и, конечно же, пишите ваши комментарии. А вы Эмперор, друзья. Ну и дай вам бог. Думаем о сексе, говорим о новостях. Я выпьешь могу. Кто такие гаржеты-то высокие придумал? Я чувствую себя, знаете, черепаха. Черепаха, которая пытается вылезти из его панциря. Ну нормально, нормально. Мы справимся с этим. Ведь 30 сантиметров роста это пустяк, а Коул не Ивлеева. Ой, извините. Больше секса дать! Больше секса на эту фразу! Больше секса! Кому же нужен секс в Вархаммере? Действительно. А, Коул не Ивлеева. Что это было? А, Коул не Ивлеева. Шмар. Смирись, сестра битвы! Какие 30 сантиметров, о чем ты думаешь? Компанию Терминатором составит отряд ветеранов. Ау! Релиз будет поддержан выходом традиционной для ГВ лимитной коробки, которая будет включать себя... Аааа, что с моей рукой случилось? Ооо. Эти книги будут напоминать вам о великолепных черных книгах «Ереси». Ивлеева, он говорит... Шарко. Каков при... Ду-ду-ду-ду-ду-ду. У-у-у, ту-ду-ту-ду-ту-ду. Пу. А-а-а! Я сделала! Я ж могла! Добби свободен! Добби хочет быть свободным! Помогите! Пожалуйста, кто-нибудь! Разденьте меня, пожалуйста. Пожалуйста. Я хочу раздеться. будут раздевать пойдем все крыша поехала от этого перегрева надо кнопочки нажать не на такие кнопочки нажимать все все кончил все раз кубиков ей да спасибо не тару